Деревья на аллее Челтенхэма, украшенные воздушными шарами, не случайно разноцветные ориентиры указывали путь на праздник добрые полтора километра. Члены ТОС и просто активные местные жители собрались вместе, чтобы проститься с календарным летом и сказать друг другу спасибо за активное участие в благоустройстве микрорайона. В празднике приняли участие около тысячи человек. Среди приглашенных – предприниматель Леонид Юдин. Его наградили за большой вклад в подготовку 11-й школы к учебному году. Меценат выделил средства на косметический ремонт класса в коридорах. Я когда вижу энергичных, заинтересованных людей в своей работе, то это всегда привлекает и всегда хочется этим людям помочь. Из 75 сочинских ТОСов Мацестинский – один из старейших на курорте. Ему уже 15 лет. За эти годы вместе с властями удалось решить многие застарелые проблемы микрорайона. Плюс ко всему, недавно здесь появился красивый парк. Самое главное, что у нас в этом году открыли детский сад, это уже вторая очередь. Ну и, конечно, гордость наша. Это наш парк, вторая очередь. Парк будет продолжаться строиться, и мы все в ожидании, когда он будет готов. И мы готовы помогать. Осталось 700 метров набережной нам благоустроить. Это твердые покрытия, освещение, лавочки-урны и зеленые зоны. И тогда уже весь проект подойдет своему логическому завершению. От ванного здания, где мы сейчас находимся, можно будет гулять до моря и переходить на наш приморский теренкур. И до самого юг спорта вся тропа, порядка 10 километров, получится пешеходный маршрут. Организаторы праздника обратились к жителям Мацесты с просьбой беречь инфраструктуру микрорайона. Не допускать вандализма в новом сквере и вместе проводить субботники и здесь, и у себя во дворах.